всем привет с вами павел козлов на нашем канале сейчас мы находимся на старом рынке нам приехал мой знакомый по фейсбуку виктор головку ну и хотелось бы спросить его первые впечатления где как как он приехал он устроился я думаю всем интересно как он попал в польшу ну расскажи виктор как ты как когда ты приехал меньше недели назад в среду как хотя раз долго сколько ждал визу с полгода минимум месяца даже 8 ну ты визу делал с прямо с работы где работаешь на самсунге на самсунге мы говорили что в познании оказалось не совсем 60 километров 60 километров поздно поздно я расскажи сколько тебя обошлась эта вся поездка устройство все почитать конечно сложно но тысячи семь гривен себе без проезда сюда проезд еще тысячи полторы с киева поздно 1100 автобус и плюс такие санты у нас какого города кримичево с кримичево полтавской области ехали автобусом да нормально перешли все да без проблем внутри часа проходили ну вы какие твои первые впечатления скажем больше позитивные принципе здесь все в старом городе вообще так интересно все много современных зданий конечно более развито чем украины много городах переезжают город и практически все одно и то же дома похоже все мало какие-то мелкие нюансы здесь совсем более европейская не такое как чисто европа не сказать ну хорошо пара по работе по сколько часов работаете двенадцать часов 6 дней в неделю но оплата выходные двойная ну заработок так понятно еще не получала обещают 650 6 печат на руки еще вопросик ты же на сапсунге работаешь получается через агентство как я понял да то есть не напрямую как агентство называется ворк сервис ворк сервис да у них основной в офисе так как я понял в лотте ну а здесь представительство в познании да есть ворк сервис они работают мы тоже ходили когда искали работу заходить в это агентство там есть русскоговорящие катя кажется тогда катерина русскоговорящий работник этой фирмы да ну они специализируются на украинцев на русскоговорящих я как бы рекламировать не будут агентство потому что я через него не устраивался как они там работают ну насколько ты там слышал на самсунге они там сколько забирают зарплаты это больше половины больше половины то есть людям платят вот 650 и еще же вычитают за питание 300 золотых в месяц чистыми получается вообще 558 на руки а за жилье вы получается тоже не платите не платим но как бы оно тоже учитывается конечно конечно то есть когда вам говорят что я так понимаю когда жилье бесплатное питание бесплатное да то есть вы имеете ввиду что с вашей зарплаты вы будете получать месяц за минусом этого жилья и за минусом этого питания потому что бесплатно ничего не бывает конечно же мы сейчас допустим работаем на с моей женой с кориной это на 11 злотых на руки но мы платим сами за жилье сами за питание среднем выходит за жилье то мы платим по 350 злотых человека 400 злотых на пропитание уходит в месяц это притом то есть если сравнить эти цены получается одно на одно и выходит с другой стороны если вдвоем то выгоднее саму снимать и самим питаться одному уже так нужно думать ну и у нас же нету требования к языку то есть ты можешь не знать ничего и не учить и работать там сколько угодно все языка не нужны ну а лидеры поляки у вас или все только поляки лидеров украинца даже не будет много украинцев там работает половина все написали а штат ты говорил сколько 4000 4000 2000 где-то украинцев там трудоусловие да ну да но текучка такая что каждую неделю приезжает автобус или два и вижу то есть получается 50 там бывает 100 человек привозят в неделю и столько же упал потому что люди видят что как бы не тяжело не сильно легко 12 часов стоять без остановки бывают такие места ставятся где шесть часов вообще нужно просто стоять и никто не смеет даже в туалет ничего получается только на обед полчаса выделяется посередине работы и все и опять шесть часов стоит то есть не легкие места но есть такие что в розетку вставить и следующий холодильник приехал вот так то есть кому как повезет а перерыв у вас один получасовой получается или есть там еще получасовой это один на стиральных машинах а на холодильниках каждые два часа 10 минут и получасовой в середине через 5 положить на холодильниках чуть проще ну ну а планах спрашивать пока не буду может у тебя есть но как бы ты сколько получается в куче одну неделю недели да да но несмотря на это видите мы нашли друг друга хотя были знакомы по фейсбуке человек смотрел наши видео мы встретили приехали даже посылочку мне привез украины я попросил человек там привезти мне лекарства да несложно поэтому помогаем обращайтесь звоните пишите кто будет познание познание интересно я честно говоря мне предлагали другие места работы на ту же зарплату но я ехал потому что познание интересный город посмотри смысл работать жить в общежитии не видеть страны интересно походить посмотреть ну да уже но и приезжают работают где-то таких забитых селах не ничего не видят а потом приходит и рассказывает как польша тяжело тяжело жизнь света белого не видели живем в казармах не нужно читать интернет все зависит только от вас и так понимаю конечно у нас комнате есть ребята которые уже там месяца по два они еще никуда не ездили вообще и постоянно курят там пиво пьют и у них денег копейки остаются смысл я сюда приехал так просто в общежитии живут от по 6 человек комнате и че условия как раз условия проживания какие там она расскажи условия в принципе нормальный но просто что комнаты по 6 человек единственно для семейных пар есть их селят в отдельное общежитие и там живет по две пары по четыре человека парам но пара этот в основном только жена то есть если даже парень с девушкой встречается то их могут не поселить это доказать а то ли душевая когда общее или на комнате общее но и даже на этаже душевых там что 5 туалетов тоже около 4 на этаж да на этаже где-то 5-6 помню по 6 человек хватает так что по череде и там такого ничего не потому что все в основном работают две смены и получается что у нас комнате три человека работать первую смену 3 во втором все разное время встречаются нету главное чтобы комнате были нормальные люди уже если какие-то приехали нам после тюрьмы сюда же седя то с ними в комнате я думаю не сильно весело ну а так коллективно ничего да да в целом нормальные ребята украинцы все равно стараются держаться друг с другом и поддерживают друг друга все нормально даже если кому-то там денег не хватает домой на проезд уже одалживают если по-человечески нормально общаться знают что назад вышли нормальный человек нормальный здесь относятся украинцы друг другу лучше чем украине ну земляки помогают мы тоже помогаем как можем кому можем скажем уже тоже много знакомых здесь обвели и в познании и в околице люди стараются более сплощаться на чужой стране сложнее поляки так не помогут ну спасибо виктор вы не прощаемся да я думаю еще бы встречаться расскажешь еще как уже это после месяца уже людям интересно у нас было одно интервью тоже с нашими земляками они с черкасскими не приезжали с черкасскими рассказывали про жизнь там и здесь я смотрю было количество просмотров я так думаю будет интересно и я тебе и о жизни информация жизни спасибо еще раз спасибо за субтитры сделал DimaTorzok